Не лишайте себя удовольствия. Красиво покушать, вкусно, сбалансировано, но не терять границы. Немножко напомню, о чём было в прошлый раз. Следите за качеством еды, чтобы не чувствовать потребность в перекусах. Качество – это важно. Пусть приоритет будет за хорошим ужином лучше, чем всякие разные перекусы. Ну, и оформление блюда, конечно. Позвольте себе лёгкое чувство голода, чтобы как следует нагулять аппетит. Избегайте еды на ходу, любыми путями. Итак, лозунг «Не лишайте себя удовольствия» относится ко множеству вещей, не только к еде. Не лишайте себя насыщенной, нездоровой пищи. Не лишайте себя десертов и сладких пирогов. Не лишайте себя удовольствия от хорошего ужина, когда вы наслаждаетесь происходящим. И кормите не только тело, но и душу. И вот, предлагаю вам мои размышления, наблюдения, касаемые того, как хорошо ужинать, поддерживать физическое здоровье и не лишать себя удовольствия от еды. Потому что отношение к этому, ко всему, это очень важно. Разговаривайте о рецептах за столом, если вы с подружками где-то ужинаете, о соусе, о рецептах, какой вкусный пирог, допустим. Или, ну, в общем, самое главное, избегайте чувства вины, если вы съели кусочек сыра, кусочек пирога. Но здесь очень тонкая грань. Когда вы наслаждаетесь едой, вы не переедаете. Вот в чём французский секрет «искусства жизни», в кавычках, так называемый. Вот обратите внимание, французы в среднем по полбутылки вина каждый день на душу населения выпивают. В среднем, конечно, кто-то больше, кто-то меньше. И никто не считается ни алкоголиком, ни спившимся человеком. Все они наслаждаются этим. Вот почему? Вот в чём секрет? И они любят вкусно покушать, и блюда такие качественные, красивые, потому что позитивно относятся к этому. Я никогда не слышала, чтобы они разговаривали о калориях, о своём весе. Они говорят о кулинарии с пристрастием, конечно. Позитивное отношение к еде не избавит вас от набора веса. Но именно оно является фундаментом для здоровых отношений с пищей, с едой, с тем, что вы кушаете. И является основой для хорошего ужина. Если вас будет мучить навязчивая мысль о том, что эти продукты сделают с вашей фигуры, то вы рискуете дать себе волю и наесться особенно нездоровых продуктов. Это вот по принципу всё сорвалось, не выдержало. Держишь, держишь, держишь себя. И потом нажираешься к срыву. А потом что происходит? А потом происходит чувство вины. Вот в чём фишка, грубо говоря, фишка. В чём секрет? Возможно, именно мысль о том, что на следующий день вы сбросите всё в спортзале, заставит вас взять вторую порцию или порцию большего размера. Не обманывайте себя при здоровом отношении к киде и небольших порциях. Три чёрточки красных, небольших порциях. Вам не придётся так беспокоиться. То есть проблема лежит в голове в нашем отношении к этому. Прежде всего. Есть такая книга «Француженки не толстеют». Я её как-то читала, и там как раз об этом и говорится, что французы едят головой. Головой. Очень осознанно подходит к еде. Деликатес – это нечто редкое, баловство, если хотите. Когда они чувствуют, что забывают уделить еде внимание, тогда практикуется метод деликатесов. Представьте, как бы вы ели деликатес. Вы бы наслаждались каждым кусочком, смаковали его, если бы его поставили перед вами. Вы бы наверняка не стали бездумно отправлять куски в рот, одновременно проверяя ваш айфон или читая, или смотря телевизор. Правда ведь? Нет, вы сначала немного поохали бы, поахали бы, порадовались бы, потом бы обменялись радостными улыбками с остальными, сидящими за столом, и положили бы себе тканевую салфетку на коленочки, аккуратненько взяли бы ножик и вилочку, и начали бы смаковать этот деликатес, не так ли? И вы бы медленно подносили кусочек к губам, наслаждаясь им. Вы бы не осуждали деликатес, а радовались ему. А теперь представьте, что вы проделываете то же самое со всем, что вы едите каждый день. Относитесь к трапезе как к чему-то священному при любых обстоятельствах. Скорее всего, вы отдадите предпочтение высококачественной пище не так же, и оцените это. И именно ваше отношение сразу же станет более здоровым, радостным, позитивным. И, наконец, вы будете есть меньше. Вот это самое главное. Меньше. Потому что вы станете прислушиваться к вашему телу и поймете, когда съедите достаточно. Но очень важна вот эта умеренность, конечно. Ну и внешний вид. Внешний вид еды – это ключ к тому, чтобы ею наслаждаться и не переедать. Если блюдо выглядит красиво, вы, скорее всего, остановитесь, полюбуйтесь им и не наброситесь на это сразу. А некоторые вообще не смотрят, как выглядит их еда. Не так ли? Развивайте позитивное мышление к еде, отношение. И позитивное отношение к приему пищи. Культивируйте вашу страсть к хорошей еде и получайте удовольствие. Обсуждайте с подружками, с друзьями. Ешьте осознанно, не отвлекайтесь. Тогда вы съедите меньше. Применяйте метод деликатесов. Еще одна маленькая хитрость. Чтобы создать особую атмосферу, за ужином в любых обстоятельствах, применяйте метод деликатесов. Будь то сэндвич с тунцом или суфле из сыра, следите за тем, чтобы ваша еда выглядела привлекательно. Не важно, что это, просто хлеб с маслом или еще что. Если вы в отпуске или питаетесь за шведским столом, помните об умеренности и сдержанности. Потом вы сами будете рады тому, что поступили именно так. Старайтесь есть только качественные продукты. Это я уже говорила. И самое главное, наслаждайтесь едой. Мы столько времени проводим за едой, что стоит получать удовольствие и радость от трапезы. А в следующий раз поговорим, как двигаться с радостью. Как они... Я вот смотрю на картинку, там женщина бежит с полными сумками легко в коротких штанишках, в бриджиках и в балетках, прямо по лестнице вверх, бежит, порхает, как бабочка с радостью. Наверное, она спешит приготовить вкусный ужин для своих друзей или для своей семьи или для подружек. Продолжение следует...